Книга о времени любви, как раскрыть женственность и пробудить страсть. Голова «Поцелуй. Биршество любви». Мы люди такие существа, которым нравится брать в рот всяческие предметы, даже такие, которые вам и не нужны. Леденцы, зубочистки, жевательную резинку, карамель, курительные трубки, сигареты, сигары, пальцы. Можно перечислять очень долго. Поместив предметы в ротовую полость, мы принимаемся жевать, сосать, грызть, вязать, испытывая при этом огромное удовольствие. Конечно, наибольшее наслаждение мы получаем от еды. После секса ничего не доставляет человеку большего удовольствия, чем еда. Некоторые, правда, ставят на первое место еду. Когда вы объединяете потребность в пище с потребностью в любви, вы получаете поцелуй. Поцелуй – это на самом деле ваша возможность жевать, сосать, грызть, вязать то, что является для вас самым дорогим, любимым человеком. Если мы относимся к поцелуям лишь как к прелюзиям, мы упускаем возможность разделить любимым самое восхитительное пишество из всех. Цель поцелуя не в том, чтобы подготовить партнера. Его цель в том, чтобы пережить единство. Цель поцелуя не в том, чтобы подготовить партнера. Его цель в том, чтобы пережить единство. Род вашего партнера – это вход в его существо. В этом смысле поцелуй имитирует любовный акт. Частью вашего тела вы входите в тело партнера. Частью вашего тела вы принимаете его тело в свое. Если вы целуете, пусть ваша губа и язык приближаются к губам партнера с почтением. Не позволяйте языку вести себя так, словно он взломщик. Пусть ваши губы спокойно поздороваются, пока вы не почувствуете, что вас готовы принять. Целуйтесь с любовью. Как и в случае прикосновения, то, что вами движет во время поцелуя, ваше намерение будет определять, покажется ли вашему партнеру поцелуй мучительным или восхитительным. Для того, чтобы сделать ваш поцелуй сладостным и страстным, можно также воспользоваться всеми техниками, которые я предложила для любовного прикосновения ранее. Но в этот раз представьте себе, что ваша любовная энергия из сердца направляется не в руки, а к губам и языку, пока не почувствуете, что они начнут дрожать от желания и страсти. Представьте, что вы ласкаете губы партнера своей любовью. Почувствуйте, как ваша любовь переливается из вашего рта в рот вашего любимого. Мысленно говорите себе. Я целую не просто губы моей любимой, я целую ее сердце и душу. Вы можете воспользоваться любой из техник, предложенных в предыдущей главе. Реки любви, реки огня, реки света. Трепетное прикосновение, чтобы наполнить ваш поцелуй страстью и чувством. Поцелуй – это акт благословения вашего любимого. Отрывок из книги «Время любви. Как раскрыть женственность и пробудить страсть» Читала Татьяна Салмановна Макту Сайфудин.